всем привет с вами quayton avoid добрый день а мы продолжаем обзор турнира rise of the sun в этом матче у нас встретиться артём из клана эгэ против элита первая карта у нас юбао ансен прикольно кстати карта редко и вижу на турнирах если не изменяет память 2 до джо должен 2 до джо так ну вроде бы как я подгрузился можешь вещать ну как бы смотреть мы будем от артема у артема короче очень широкий строй если смотреть на его кэпа получается есть пальчик есть лук немножко качан еще их командира скорее всего сейчас я один момент это проверю нет не качан командира это просто дает площадке даст стоят у него плюс 2 короче к таки идет или нет подожди что я не могу сообразить качаные на две лучки у него в общем смотри садник с яре легкая кавалерия садник с яре легкая кавалерия в лесу стоит садник с луками один самурай с луками есть короче раз внутри сигару с яре сигару с яре до 4 лука у него получается самурай с луками веря сигару следующий идет у нас линия мечевая тут нодати два катанщика посередине и справа еще нодати то есть 2 нодати две катаны но расстановка очень такая грамотная короче я бы сказал и сахеи сахеи на ты затягивается нажмем по их скорее давай 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 не будем затягивать дадим мечей слева дадим мечей слева артем пошел на него справа у нас до девушников ребят игнорируют луки на ребята игнорируют смотрим за или я бы не сказал что игнорируют выводит он конного лучника ведет как бы расстановкой то есть основных сил а расстановка идут на мечи все равно вот смотрю что за элита у него значит но проскочила у него кавалерия кавалерия у него проскочила вот лук вижу появился самурай с луками до кавалерии править живот кого лезвы а нет что то есть да так у него значит три ноги на ты потом вторая линия идет 4 самурая с катанами стоковых он часто их использует а сигару два отряда сахеи с ноги на тамид два отряда так генерал-командир и в лесу у него еще один сахей самурай с луками кавалерии пока не вижу у него по моему моргала там кавалерия спускает свои ноги на ты использует он их неправильно короче у него они почему-то танчат то есть они у него первая на кон стену копий все это очень видно ожидаемо всегда поэтому как бы не знаю отбегает у него лучники дав хороших залпов вот смотри давай на секунду на паузу поставим давай смотри значит у нас спокойно безнаказанно захватывать себе до 2 учеников гадил маршем special да легкую кавалерию всадника с яре и всадника с луками возвращает из понимаешь что на правом фланге не встретить сопротивление то есть калу подтягивает до к основной заварушки и смотри получается то есть артем просто тупо выстроил стену копий готов принять до натиски даже если вспомогательный геннад вместе с катанами воткнуться у артема опять опять далеко вся оставшаяся армия основная да то есть он просто на данном этапе боя отправил 7 отрядов на лугой то есть он их никак не придет не это не не артем это ильюха у нас ну да 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 7 отрядов на лугой и потом короче не прикрывать своих лучников то есть лучники у него есть два лука саму они почему-то в лесу и не стреляют они в лесу и не стреляют а пеха уже пошла к замесу да да по ней уже стреляют у меня а например уже одна ноги нато моргает ну давай нажмем 42 человека въезжает он стены копий причем на одна ноги нато не добежала 2 воткнулись нужно моргают не на ноги нато еще может и вернется и один самурай с катанами неплохо вошел знаешь между стены копий то есть вот так вот у локальный успех то есть я видел между стен как бы прорвался огненные стрелы пошли ну вот вылезла кавалерия которая говорил получается у нас здесь садик сиаре стоковый кавалерия с двумя лычками и взят у нас конократ да понял у артема нет артема взятка взятки ну воткнулся здесь кавалерия в лесу безнаказанно короче кэпа три человека уже легло и эти залпы только начались и вот начинает сыпаться пять человек потеряно и он фокусит просто всеми лучниками просто гения ну хоть бы я не знаю табурет тогда ну хоть бы в табурет сел понимаешь то есть вот вот это вот и какие-то такие ошибки детские не поспевает прям ничего не поспевает элита за артемом он за своей армии не поспевает они за артем артем стоит вообще на месте там кружить даже нечего и из-за кавалерия бежал внизу вверх он бьет но здесь выигрывает этот замес да а план на фланге кавалерии на другом тоже кавалерия кстати сахаре сахаре зарезала сигару бежит наушников то есть есть локальный успех здесь на этом фланге но в центре то катаны то слились 4 катаны просто полили полегли просто на стенах копий 2 катана отвернулся огрызок вспомогательных ноги над который недоконтролен спиной стоит вообще вот вернулся он все-таки да и как-то пока я вроде как вот-вот выигрывает вроде бродяй на левом это жанка вы то есть да 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 есть чем короче можно гонять можно огненной кавалерии гнать допустим легкую до сани как не успевал сахисты аками там просто не успевает к этому к этой теме но расстрелял здесь остатки короче кавалерии легкой вот я сейчас спешил боевую решимость элита военачальника но его уже семь человек остается мире этом лучники наливает и наливает и наливает и наливает и наливает пару залов и генерал убежал да 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 убили чисто лучники то есть вообще без шансов ч без шансов ну то есть как бы ну и заморгал уже генерал не знаю ничего положительного я тут сторону ильюхи сказать не могу и очень бездумные какие-то действия артему вообще легко отдалась победа вот на мой взгляд да создает у нас как не зарядка 60 наливают спокойно себя чувствует очень комфортно то есть да он их с места даже не двигает ему не надо их двигать короче все три отряда стоят париле валяли не так уж и бы и много с да но внесли все ли генерал или склад или конечно убили генерала короче нет вот часа грызок и от тигару с яре стене копии ты понимаешь у нас лучников атакует да вроде как короче должен по сути то гнать лучников чтоб те не стреляли таковую в атаку да да но в построении и разгоняет он таким образом пытается он конечно въехать остатком кавалерии всадников с яре другим он все-таки догоняет лучника до всадника с луками он там причем это логинная кавалерия гонится самый ценный кавалерийский отряд гонится за лучником и отряд но от моргала легкая кавалерия 18 человек еще но это уже не спасает потому что даже огненная кавалерия при 13 морали и короче она начинает моргать в армии без шансов давай это дело ускорять потому что куча перестроений как я вижу страну что огненный кавалерий ну и на этом первого победа сторону артема у нас получил 10 ведет артем так ну видно у нас уже статистика но партюму давай скажу 190 короче но дать и стоковый 182 176 катана и 122 лучник настрелял в общий чертах так-то довольно ровненько все у или тоже сакеи с нагинатами 230 человек и 106 катана 103 еще один статьи 90 который 200 катана 94 лук 1 сахе это фраги на сигару с яре которые стену копию не успели включить поэтому они зарубили без проблем то есть ну да да ну и 106 это наверно катаны которые по центру прорвались наверно да давай переходить ко второму бою так загружается на второй бой карта ущелья и хима опять же будем смотреть я загрузился пробегусь по дадзио так как смотрим мы опять от артема справа налево дадзио мечников посередине крестьянский дом и мастерская артем решает занять занять себе более приятный холм так скажем у него ну как бы имеет больше больше леса ближе этот лес к дадзио то есть ну и мастерская ему при его раскладе короче сказать что сильно за решает у него просто как-то определил куда пойдет артем то есть они так-то выстроились по центру оба то есть но я тебе говорю что он пойдет на мастерскую просто я удаваю сразу нажмем чтобы развеять давай наши сомнения давай мои точнее ну да да это двигается на муай с руками раз я вижу 4 это такой же состав как из прошлого боя я уже посмотрел только у него в этот раз на дате да у него два кота на 2 на дате 4 а сигару а вот у него еще пятый меч есть прошу были но было 4 в этом бою 5 получается и на 1 сахе и меньше то есть он поменялся хея намечника то есть вот у него сахе и справа а прошу бы было два сахе так юха легкая кавалерия пошла на захват прикрывает он это дело кэпом первым залпом 4 окаживает всадников серии тут перехватывает артем в бок натиск делает ну или то проспал натиск слишком далеко зашел конницы своей ночью вверх там идея должен перерубать короче если сейчас в тыл ничего не зайдем и 2 конца пробегает мимо то есть хочет лучника видимо за это самое замучить то есть не лучшее решение то есть вообще проступает в легкую кавалерию здесь я в него здесь артем то есть пока увлекся он заходом вот этим дальним ну слушай ну хоть генерал отвела смотри давай поставим на паузу очень смотри какой момент элита отправляет садников с яри гнать всадника с луками то есть он уже решил да как бы он решил там на холме что всадник серии должен садника с луками убить и сейчас зачем-то его развернул посмотри они развернулись вообще-вообще они убирают чтобы убить садников с луками достаточно легкой кавалерии не нужно всадника с яри там или огненным кавалерию отправлять обычно легкая кавалерия стоковая не прокаченная спокойно может убить садников с луками она еще быстрее будет бегать то есть она быстрее догонит позиционка его нравится больше он идет на крестьянский дом идет вниз враг сейчас будет наверху расставиться там да поиме в желтую пятку а здесь или здесь или то вообще походу не расставился смотри вот мы его составки назвали у него с ахеи здесь есть да три отряда самураи с катанами три отряда и макс дайте у есть не прокаченные есть самура в тяжелых доспехах стоковые и вот еще самура с ярина по фланге и он их ведет колоннами то есть он вообще изначально не делал построения да и вот идет колоннами просто в центр ну давай нажмем я думаю что здесь все быстро закончится мне кажется достаточно просто артему будет подняться на холм и он с холма сам начнет атаку то есть у артема есть одна большая беда короче он поимел сильно пятку желтую то есть и времени отдохнуть у него сейчас уже не будет я отдыхать он уже поднялся может просто стоять на холме и все вот элита включает у нас мрамор тяжелых доспехов стремительный начиск да они там кончил но два всадника с яри вот видишь снизу вверх он перерубает все таки двух этих всадников с яри должен до перерубает и у него освобождается легкая кава правильно легкая кава там еще не захватила она даже не спешит нет она спешивалась спешивалась идет он расшугать видимо ему коней берет самый крутой холм круче его не возьмешь вообще просто идеально но но артем не пользуется вот он расставляется подойдет так ему хочется захватить это дадзё а я бы он поднялся просто еще остановился включил стену копии вот самурай тяжелых доспехов принимают здесь сбоку куда да да но здесь и артема уровня ровно еще не что можно сказать артем не имеет бонуса у него был обалденный бонус плане он мог раз ставится по ландшафту быть все время снизу вверх прикрываться стены копий и попробуй это дело проруби а ведь почему-то принял это дело на равнине а где-то даже ну мне кажется закон не он дальше вперед не пошел просто хотя в принципе уже ничего было терять даже из пятки ну да попытаться дай не до склона то есть встретить у элиты опять же таки стоят два копья короче что-то курил далеко смотри армия моргает то есть отряды против стены и короче сейчас дёрнулся чтобы а ну там наверно бафа не хватает надо короче туда сходить бабчик дать так не сахи у него уже не дерется уже один то есть моргал при этом он убил всю кавалерию артем и у него две кавалерии легкая кавалерия 36 человек и всадник с ярия у него 24 человека то есть два грызку у него есть плюс легкая кавалерия 20 уже не поможет захватывать его за дима уже всю пехоту слил на центре да ничего еще пока не слил у него стоит сахей еще с бафом в лесу как как кризиров типа артему надо разбегаться луками так вот самурай с луками самурай в тяжел доспехах извиняюсь вернулся 85 человек обратно будет отправить сразу видит это контроли до сбор войск у нас бафы свой сбор сбор войск по моему еще или то не тратил да нет не было ничего капом не давал и сахеем вторым не давал еще обилочку тут самурай с луками кстати терпит от самураев с яре или ты их настиг вот садник с яре забыть у артема ну вот это косяк наверное ну вот сейчас опомнился вспомнил про него видишь что на него выходит кавалерия думает ну дай-ка я хоть в лучников попробую ударить или в капитана что такая наверное задумка не артем генерал не сливает 1 с катаной герой с катаной на тут прямо на зря в ноздрю то есть идет да но перерубает все равно потому что герой и потому что с катаной перерубает остались короче лучники остались сеге карус яре то есть как бы а самурай с но дать и вот стоит еще и вырывается генералом вроде бы как ну а сигару с яре здесь даже если зайдут то не зайдут самара из дайте у фокусе генералу артема пытается генерал дострелять все таки правильно решение идет ли то есть фокусе генерала один золот 40 и самурай с катанами короче возвращаются кого-то они там догоняли очень далеко они побежали оранжевая пятка уже ну тут вообще пятки поимел просто бешено то есть оранжевая пятка вот это вот пятка то короче она его и подставила ну и по сути короче туши или то разрубил заморгала подержал мне элита разрубил все что и кэп тут уже даже снизу вверх короче только тач произошел все я вот удивлен что в этот раз или то так вот про а ну тут смотри 2 до дзю было под контролем у элита то есть получается крестьянский дом и на мечи и он это все дело перерубил и даже без боевой решимости ну да да ну даже не доллар перед даже стена так и не помогло мне казалось что захлебнулась атака у элита потому что он генерала слишком далеко держал все отряды моргали то есть я уже думал что то есть это поражение будет дрожь земли короче так и закончится да но у артема было аж на пятьсот тридцать человек больше реализовать артема то что он в лесу стал луками луки не настреливали нет он не занял просто стратегически важные короче подходы к или просто стены и копий не хватило надо было просто ниже короче все это дело принимайте все не надо было на ровности это принимать холма принимать ну и смотри получается 197 188 и 99 это у нас катана три катаны нарубили два сахея 111 144 садник яри 126 и самураи с яри 160 стоковый хорош герой с катана сотку почти ну да под сотку 98 человек если смотреть по артему то у него сыграл только но дайте 90 человек по факту мы еще у него ни один меч не сыграл лучников реализовать не успел кого проспал короче везде где мне было локальная заруба вообще какой-то кого не странно позже везде было мне так плохо сыграли из-за того что пятка была как ты считаешь конечно не один мечник то есть себя не а конечно конечно так ну загружается у нас рисовые поля решили они выяснить кто выиграет матч на рисовых полях то есть счет 11 не меняет сторону то есть вот во втором бою элита повезло у него более выгодная сторона на было но если так смотреть я бы не сказал да в более выгодные сверху на той карте выгоднее нежели нажал я на паузу короче давай пробежусь пробегусь я по дадзё пробежусь дадзё мечников светили еще и на этом все то есть артему при его раскладе короче опять же таки в раз два три лука самурайских да походу да три самурайских лука конечно выгоднее то есть два дадзё он может расставиться короче между ними ну и прикрывать просто тылы и фланги давай отжиматься чтобы увидеть что там у элита давай ну в принципе артем похожий состав берет так он сделал небольшую рокировку на одного лучника меньше и по флангам он взял самураев серии артем а так у него в принципе все то же самое то есть пять мечей есть один сахеев еще резерв геннатами у элита же у него выбегает легкая кавалерия всадник сиарит вилочки и основная армия это у нас опять четыре стоковых катаны четыре стоковых сахеи с наггеннатами ну довольно мощная группировка генерала посередине уверен на видео и спешивает хотя уже фокусе к выходит из леса потерять у выходит вот появляется на так слышно крики так это артем пытался протяжить нет все таки элита элита пытался протяжить ночью легкую кавалерию туда спешимом состоянии натиск лучше натиск лучшего артема поскольку она крада использует копье очень близко на стремительном натиске то есть подбежит подбегая здесь уже конечно элита свою конницу похоронил не спасти да и у легкого мы слости и легкого короче тоже ну вот залпик наверное этот был лишь хотя по морали он конечно быстрее просто за руби заморгала там своим в своих попал так устремляется элита у нас вперед в окаку так 4 катаны бежит при поддержке сахея ну три сахея сзади пусть у стоят опять это все время копии самурай сиаре готов если что короче зайти сбоку как то вот я не знаю есть же брешь можно было зайти почему нужно это делать вот именно сахея с нагинатами здесь бабчика нет еще не дает он почему не садится да 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 чтоб 2 атаки сейчас необходим просто чертовски необходим артем же еще одну кавалерию под руки опять короче стоят у него стены сахея с нагинатами аж три штуки в борт и не вступают и терпят под луками понимаешь вот это вот 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 это постепенное введение войск а у меня еще сахея с нагинатами есть точно а как тебе дайкью который очень часто у меня в этом бы очень вообще потрясающий что он весь простоял там в лесу короче только сейчас вышел пострелять или гуля есть бонус короче на нас на 25 шагов но мы его почему-то не использую ну и постреливать он по ходу собрался короче не поверишь сахея с нагинатами лёха кавалерия впереди садика сяре умирает в сухую на правом фланге ночью и к этому моменту уже даже введенные сахеи короче и дать даденный дебаф короче сказать что он сильно спасает до перерубает он все таки наверное вот этот фланг хотя нет самурая сяре тут еще будут стоять я вообще просто плотную стоят и наливают ты понимаешь и причем наливают то куда капитана опять опять у нас кэп в решимость вот сейчас он только садится в решим и уже он должен был сесть еще полторы минуты уже отрядов то уже нет почти до чтобы забану кого-то удушевлять самого себя если только собрать не дали но они против катаны дается здесь сахейский дебаф военачальником мы здесь упустились два самурая сияни был у элита они там через левый фланг какой-то заход делали он сейчас пытается протащить через кауэ в правое ну кауэ и а как он луками нормально развернулся на них и куда вот этот вообще самурайский отряд то бежит куда он мать его бежит короче кого он там догоняет пишу это за заходы вообще хотел бы я посмотреть вот это этот бой от ильюша вот серьезно что это за дела то такие не до контроля вообще просто бешен очень успевает он за артемом и на этом походу просаживаются как край все спасать положение просто тупо нечем потому что генерал будет расстрелян зарублено самурай с дайте вообще тут зачем он сюда пришел и сидел бы там в лесу нафиг потерь бы не понес ночью не знаю слабенько очень слабенько не но когда он в атаку если растяну копий сам себя то есть громит мне кажется во втором бою я вот не знаю как он перерубил видимо дадёза решали то есть он выцелить выцелить дайкью короче тут же у него получается вот у них под носом понимаешь разрубает короче два копья который можно копье и вот блин не видно даже копье это блин или что это короче вообще он будет не сменен для накажу короче можно пострелять тупо в спину понимаешь и спасти попытаться генерала нет он пытается дотянуться за чужим генералом который на конях и дайте убежит в другую сторону айда красавчик нет слов об одни эмоции ну и тогда у нас что получается счет 21 артем выигрывает этот матч не до выигрывает этот матч но у них там получилось что в группе b они все равно оба проходили до при любом раскладе как бы не было сыграно но по сути ошибки вообще ну просто такие что тут нечего говорить ну давай пробегусь по статистике 129 108 у нас два катаны у артема в топе 106 кавалерия 106 самурай но дать и 96 но дать и 90 самурай с яре лук вот реализовался вообще расстрелял там мама не горю 83 человек у элита же у нас 172 катана самурай с яре 110 102 сахей с ноги над и 99 катан щик сахей с ноги над и 98 97 95 самурай с катаной 81 сахей кавалерия провалились даже не не в этом дело короче дайте у которой отстоял пища пищи сколько сколько сахистую датью стоит еще 150 маму или 1100 или что-то в этом роде что такое но и из этого делаем вывод короче отряд который мог действительно ты мог взять еще одного сахея и не брать этот дайкю да не можно долго хотя бы просто знаешь далисти хватает чтобы дотянуться до стены копии стену копии хотя бы под расстрелять уже в одном месте у тебя отряда лучше вражь то есть там прорубится то есть как-то так и вижу уже в комментариях да да вы что так можно было стену копии расстреливать да да стену копии расстреливать не хотите ее короче брать вообще просто в безумном раша а вот прям расстрелять как бы очень пачковый отряд вообще по сути ну что давай заканчивать на этом спасибо кто нас посмотрел послушал оставил комментарии поставил лайкосик там не знаю монетки поддержал смотрите спасибо до свидания всем пока